Не морозь меня, моего героя! Всем добра! С вами добрый Данил, блогер в Сеярусе Евгений Иванов по Махаинам. И мы решили, что в это замечательное предновогоднее время в самый раз сделать гид по селфи в красивых местах Ярославля. Для того, чтобы сделать нам селфи, нам понадобится несколько простых правил, которые мы с вами разберем, ну и, конечно же, смартфон с хорошим интернетом. Кстати, какой интернет сейчас здесь, на Советской площади? Одно из главных правил, чтобы сделать хорошее селфи, вам нужен хороший и качественный свет. Для этого вам нужно встать либо рядом с фонарем, либо с объектом, который излучает этот свет, либо иметь хорошего оператора, который предоставит вам всегда с собой этот свет. И тогда ваше селфи получится отличным. Историческая справка. Советская площадь. Именно отсюда начинаются все пешеходные экскурсии по городу Ярославля. Но мало кто знает, что в 19 веке, рядом с храмом Ильи Пророка, был пустырь. И на нем стояло двухэтажное здание полицейского управления. В советский период его реставрировать не стали, а тихо снесли. А свое название Советская площадь получила в 1918 году. В конце 1970-х годов были найдены чертежи дворца-наместника Ярославля. И КПСС чуть не построила его, но Ярославский обком передумал. И хотел здания побольше. Так появилось современное здание правительства Ярославской области. Одно из немаловажных правил для селфи – это выбрать хорошую достопримечательность. Это может быть объект культурного наследия, либо наследие ЮНЕСКО. Ну или может быть какая-то знаменитость. Жень, там наш бывший губернатор Анатолий Иванович Лисицын. Пошли, пошли к нему быстрее. Анатолий Иванович, здравствуйте. Мы снимаем сюжет про новогодний Ярославль. А могли бы вы нам ответить на несколько вопросов? Пожалуйста. Как хорошо, что мы встретили вас у первого русского театра, первого ярославского губернатора. И вы, как никто, наверняка знаете, что красивого можно посмотреть в это предновогоднее время в Ярославле. Ну вот, допустим, тут, где мы находимся, Пиромайский бульвар. У него великолепная история. В 18-м году, прошлое столетие, он получил свое название. И никто за 100 лет не пытался это название изменить. А связано название с первомайской демонстрацией 1905 года. Так что, а куда пойти, пожалуйста, в Советская площадь, улица Кирова, Демидовский парк. Так что в Ярославле очень много красивых мест, где всегда можно с удовольствием снять любого гражданина Ярославля. И, в общем-то, показать, что мы умеем встречать Новый год. А вы сами ходите встречать Новый год именно на улицу? Для меня традиция Новый год встречать дома. Ну, а после двух часов традиционно выхожу на улицу. Или это Советская площадь, или где-то рядом нахожусь с домом. В общем, есть возможность с друзьями выйти на улицу. Спасибо вам! Следующее правило селфи – это селфи в необычных местах. Действительно, старайтесь выбрать локацию, которая максимально необычна. А если получится совместить сразу три локации, то это будет тройной успех. Ну что ж, давайте с вами это сделаем. Историческая справка. Демидовский сквер, или Демидовский сад – это сквер в центре города Ярославля, на площади Челюскинцев. Бывший плац парадный. Для революции в саду был обустроен фонтан, украшенный фигурой аиста. В советские годы птицу сменил Буратино, а затем сфера с чашами. В 1918 году, после установления советской власти, плац парадная площадь была переименована в Площадь Мира, в честь заключенного большевиками Брестского мира. А главная аллея сада переименована в Бульвар Мира. В 1914 году площадь переименовали в Площадь Челюскинцев, однако именование главной аллеи сада Бульвара Мира было оставлено. Еще одно правило селфи в этом году. Не пытайтесь выглядеть слишком сексуальными. Не подтягивайте губки типа Дегфрис, не делайте щечки. Дело в том, что тренды сексуальных селфи потихоньку уходят с историй, с фотографий популярных социальных сетей. Будьте просто самим собой, делайте красивое выражение лица и дарите всем свою добрую и хорошую улыбку. Историческая справка. Часовня Казанской Богоматери или в простонародье у ярославцев ракета. Если посмотреть повнимательнее на тысячерублевую купюру, то можно увидеть знаменитую часовню в форме ракеты. Любимое место всех молодоженов, ни одна свадьба не обходилась без фотосессии в этом месте. Также в день народного единства в Ярославле, по верею, Минин и Пожарский освободили Москву, именно собрав ополчение на этом месте. Вы знаете, есть еще одно правило хорошего новогоднего селфи. Для того, чтобы сделать новогоднее селфи, самое главное, зная свои недостатки, подбирать хороший правильный ракурс. Поэтому ни в коем случае не снимайте себя снизу, чтобы у вас не были дополнительные подбородки и щечки. А лучше всего наклоните голову, поверните голову немножечко вверх и немножечко вбор. Тогда у вас получится фотографии чуть более хорошего качества. Эстетическая справка. Улица Кирова – это маленький Арбат в Ярославле. Мало кто знает, что она называлась раньше несколько иначе. Улица Сулимова, улица Калинина, названа так по двору жителя улицы середины 17 века по имени Калина. Они в честь старосты, дедушки Калинина. Сейчас здесь много ресторанов, магазинов и кафе. Лучше всего фотографироваться у рамки Ярославль, столицы Золотого кольца, у нашего ярославского медведя, а также у инсталляции, которая представлена подарками и теплым, уютным камином.